Всем еще раз здрасте, говорят, я в эфире. У нас вторая встреча на тему парадигмы программирования. Эта вторая встреча тоже будет со мной. Меня зовут Георгий Курящий, я сотрудник факультета и еще сотрудник компании «Базальтиспло». И это наша предпоследняя с вами встреча со мной в рамках этого курса, потому что я еще читаю заключительную лекцию по этому курсу. Все остальное будут делать люди гораздо более сведущие во всяких других парадигмах программирования. А наша сегодня тема и на императивной программировании. Дайте я сделаю шрифт погромче, чтобы на этом убогом экранчике было видно. Так вот, наша сегодня тема императивное программирование. Собственно, императивная парадигма – это то самое, что мы вообще изначально когда-то, когда только начинали заниматься программированием, в подавляющем большинстве я считаю программированием как таковым. Потому что императивный подход, то бишь подход через действия над объектами последовательные, очень сильно напоминает то, что под алгоритмом мы имеем в виду интуитивность с момента формирования каких-то наших навыков. Когда нас учат лезть ложкой, это на самом деле императивный алгоритм. Мы эту ложку берем определенным образом, перемещаем в определенное место, потом в другое определенное место, при этом следим, чтобы туда зачерпывалась еда и так далее. Такой естественный подход к понятию алгоритма, который, как я сказал в прошлый раз, это был в конце лекции вскользь, вызывает эффект, который я назвал процедурное костенение мозга. Идея стоит в том, что человеку, который постоянно в такой императивной парадигме мыслит, каждый день просто свою жизнь так встроит и так же точно программирует, в какой-то момент становится очень тяжело воспринять другие парадигмы. Мы это видели на прошлой лекции, когда я показывал всякие частично рекурсивные функции и все остальное. Если у вас нет привычки отрываться от такой последовательной парадигмы, как императивная, то вам будет очень тяжело въехать во все другие. Готовьтесь к страданиям. А мы с вами давайте попробуем посмотреть на то, что такое императивное программирование со стороны той методики, которую в прошлый раз я пытался изобрести. Напоминаю, что у нас есть три обязательных требования, они необходимые, но недостаточные. Это соответствие определению алгоритма, тому операциональному, нечеткому. Это наличие аллигирования какого бы то ни было. То есть мы должны уметь обращаться к тем данным, с которыми мы работаем тогда, когда мы этого захотим. Напоминаю, что, например, в калькуляторе обычном аллигирования просто нет. У вас есть экран, на котором есть промежуточные результаты. Но какие-то результаты, если вы захотите вычислить сложную формулу, вам придется записывать на бумажке, а потом переписывать обратно. Я вот когда учился в учислительной математике еще в школе, я когда учился еще в школе, мы вот так делали. У нас были формулы, калькуляторы, и мы с бумажками эти формулы высчитывали. Никогда я до конца не доходил, точный ответ не получал ни разу в жизни. Да. И третье требование – это выполнение действий об условной свойственной объекта, ну или невыполнение. То есть в зависимости от того, какого в данный момент, в каком контексте находятся наши объекты, в зависимости от состояния контекста, какие-то действия с этими объектами делаются или не делаются. Вот. Также напоминаю, что входящее обычно в этот список требований циклическое повторение, то есть повторение действий несколько раз. Под вопросом, потому что у нас есть определение алгоритма как конечное последствие действия, это значит, что любой цикл в нашем представлении, цикл в нашем императивном представлении – это цикл. Да. Любой цикл может быть развернут. И это тоже будет алгоритм. Бац. У нас будет в последней лекции семестра разговор о макро-подстановках, как алгоритмической полной системы. Вот там это как раз ровно так устроено. Никаких выполнений действий более чем один раз в программе в случае макро-парадигмы просто нет. Тем не менее, это алгоритмическая полная парадигма. Вот. Ну вот. Значит, соответственно, что мы должны предусмотреть в реализации? Да. Это… А, да, еще порядок. Тут еще должен быть порядок, но порядок, он как бы входит в определение алгоритма. Мы должны придумать, как мы различаем объекты, да. То есть какую-то дисциплину аллигирования придумать для себя. Ватс. Она может быть очень разная. В… Как раз в императивном прогламировании она очень такая классическая. Мы называем предметы своими именами, потом с ними работать. Вот. Но на самом деле может быть как угодно. Вот. Например, оппозиционное связывание по номеру операндов функций. Так тоже бывает. И там даже имена можно не использовать никак. Есть. Я вот в прошлый раз не нашел. И в этот раз не нашел. Вот в том самом эзотерическом языке программирования, который называется, прошу прощения, brainfuck, там как раз используется такой способ аллигирования объектов, что у них нет вообще никаких идентификаторов. Просто по позиции передаваемые функции. Вот. Значит, порядок действий. Нам нужно гарантировать однозначность хода выполнения программы. И это совершенно не означает последовательность. Мы всего лишь должны соответствовать операциональному определению алгоритма, чтобы одна и та же программа на одних и тех же данных давала один и тот же результат. Для этого не обязательно последовательность. Может быть какие-то параллельные, независимые друг от друга вычисления. И в языке программирования это может быть даже синтаксически задано. Но в большинстве императивных языков такого не существует. Ну и вот, значит, итерация, то есть циклическое повторение действий опять-таки может быть реализовано по-разному. Может быть просто оператор цикла, может быть рекурсия. Есть языки программирования, в которых нет операторов цикла вообще. Есть только рекурсивный вызов, значит, либо полный, либо хвостовой. А может быть актуально-конечные повторения. Это вот то, что я говорил про макросы. Мы вместо того, чтобы записывать в виде цикла, просто развертываем последовательность аднативных операторов. Вот. Что, значит, давайте посмотрим определение императивного программирования в Википедии. Я возьму, значит, на себя смелость его пересказать, потому что иногда в Википедии там много. Значит, что такое императивный программирование с точки зрения Википедии? В исходном коде записываются некие инструкции, то есть каждый шаг нашего алгоритма – это инструкция какая-то. Эти инструкции выполняются последовательно. Вот вам, например, ограничение. Потому что совершенно не обязательно должны выполняться последовательно, но вот тем не менее. Данные, получаемые при выполнении предыдущих инструкций, где-то хранятся в памяти и читаются следующими инструкциями. То есть ограничиваются способы аллигирования не тем, что у нас, значит, есть какой-то контекст, с которым мы каждый раз работаем, а некоторым хранилищем данных, к которым мы как-то обращаемся, скорее всего, по именам, хотя не обязательно сейчас будет пример безымянных данных. И на каждом шаге мы можем в инструкции указать, хотим вон то данное, вон то данное, и хотим произвести вот это данное, значит, записать его обратно в хранилище. Вот, да, и это, собственно, последняя часть определения в Википедии, что полученные в результате выполнения инструкции данные опять складываются в это хранилище, в память. Вот у нас есть память для инструкции, память для данных, и в каждой инструкции, значит, написано, что делать с этими данными туда-сюда. А вы увидите впоследствии в других лекциях, что это далеко не всегда так бывает. Вот, давайте посмотрим, значит, как это соответствует нашему критерию. Что касается аллигирования, то аллигирование выглядит как хранение данных по ссылкам каким-то, именам, адресам, указателям, неважно, да, вот у нас есть память, в ней что-то хранится, а потом мы, значит, инструкции произвольно оттуда говорим вот то, да, и вон все. Вот, действие алгоритма, шаг алгоритма, это модификация, модификация вот этих самых данных, то есть мы производим какие-то действия над данными, запросили, модифицировали, положили обратно, ну или там проверили. А программа это последовательность инструкций, которые выполняются по очереди одна с другом. Вот, что же касается, что, что-то у нас тут какой-то лишний текст, мне кажется, он лишний, сейчас его поправлю. Ну вот, значит, пока она там открывается, обратите внимание на то, что мы с вами внезапно, сформулировав, вот, сформулировав эти требования, очень сильно ограничили наше определение алгоритмически полного формализма. Мы внезапно вот эту общую задачу, общую задачу, как нам удовлетворить вот такую вот реализацию, выбрали совершенно конкретные, конкретные способы этой самой реализации, да, а все остальные способы либо будут неудобные, либо даже невыполнимы в нашей архитектуре. И это вообще такой литмотив всякого IT, который состоит в том, что задача может решена бесконечным количеством способом, потом мы начинаем ее решать каким-то конкретным способом, задаем легоси, и дальше все наши, все наши развития строятся вокруг этого легоси, потому что мы уже себя ограничили в действии. Ну вот, в частности, значит, императивная парадигма, она вот, с нашей точки зрения, вот такая. Вот. Забавно, что при всем вот этом ограничении, и, видимо, в силу того, что она самая естественная, практически все современные языки, не практически все, но большинство, да, примерно там, условно, две трети, в том числе все самые популярные, это имеет в своей подложке именно императивную модель. Вот. Причем эта императивная модель начинается даже с самых примитивных моделей, архитектуры ВМ. Вот. Вот та самая архитектура фон Неймана, которую мы учили на первом курсе. Я думаю, что все помнят, что не существует никакой архитектуры фон Неймана, в том плане, что исследование фон Неймана было такой здоровенной, такая бумага, в которой очень размытым образом были сформулированы знаменитые принципы фон Неймана, а кто их сформулировал потом, нормально, чтобы их можно было прочесть, я даже не помню. Вот. Ну, просто потому что фон Нейман другую задачу решал, его группа решала другую задачу. Ну вот, если вернуться к архитектуре фон Неймана в том виде, в котором мы ее знаем, спасибо анонимусу, который сформулировал ее коротко, то у нас есть память компьютерная, которая в случае фон Неймана совпадает, и там хранятся и команды, и данные. Вот. Ячейки памяти адресуются, это, значит, у нас способ аллигирования такой адрес. Объекты, с которыми мы работаем, это, собственно, сами ячейки памяти, то есть вот, да, программа, это тоже последовательность ячейки памяти, просто они интерпретируются как инструкции. Вот. А, значит, выполнение или невыполнение инструкций, инструкций в зависимости от свойства данных, реализуется как переходы вперед и назад. То есть, если мы что-то проверили, и нам не нужно выполнять какой-то кусочек инструкции, мы будем выполнять инструкцию не следующую заданию, а перейти там на несколько инструкций вперед. А если мы хотим циклическое выполнение, мы будем перейти на несколько инструкций назад. Вот, собственно, вам в точности соответствует императивной модели самой примитивной машины фон Неймана. Хочу заметить, что все остальное, что мы узнали на первом курсе во втором семестре по архитектуре современных ЭВМ, это надстройка для алгоритмической полноты императивной достаточной архитектуры фон Неймана, а всякие регистры типа адресации, математические процессоры, регистр управления, вот это все. Это надстройка, которая посвящена тому, чтобы наше ЭВМ было не сфетическим компьютером в вакууме, а решал какие-то реальные задачи. Вот. Таким образом, самым таким кондовым императивным языком программирования является язык ассемблера для любой архитектуры. Хотя бы мы к этому списку добавляем, собственно, языковую составляющую. Во-первых, у нас будут человекочитаемые команды, потому что, понятное дело, что в современных ЭВМ, глядя на шестинсеричное представление команды, совершенно невозможно понять, что он там делает, там каждый битик означает свое. Вот. И вместо адресов, с которым есть большая проблема, когда мы пишем программы и непосредственно вписываем туда адреса, стоит вставить одну команду внутрь этой программы, и все адреса перехода начинают ехать. Да, вместо адресов используются метки. И это уже говорит о том, что вместо просто автокода, который, ну, машинного кода, который, напоминаю, соответствует понятию оперативного программирования, он полностью ему соответствует, мы используем некий язык, который позволяет эту самую программу записать на читаемом виде. Вот. Опять-таки, все остальное, что встречается в языке ассемблера, макросы, специальные директивы управления, директивы разрешения в нужном месте памяти и так далее, это удобство, расширение. Это наши, это такие удобные инструменты, которые накручиваются на наш оперативный язык под названием язык ассемблера, чтобы нам было удобно писать программу. Вот. Вот пример программы на языке ассемблера RISC-V, по которому у нас будет спецкурс в будущем семестре. Вот. Я надеюсь, будет. По крайней мере, он у меня готов. Вот. Которая состоит как раз из таких вот последовательных инструкций. Вот. Перемещает данные из памяти в регистры, потом с регистрами что-то делают, потом что-то делают обратно и так далее. Вот. И здесь есть как раз цикл и условный оператор. Вот, значит, мы что делаем. Сначала начинаем с нуля, потом берем, значит, нашу основную систему исчисления, потом... А, ремайндер, остаток отделения на это самое 10, получаем цифру. Эту цифру добавляем в регистр, в котором у нас будет сумма цифр. Дальше делим на эту систему исчисления основное число. И вот, пожалуйста, условный оператор. Если результат проверки вот этого содержимого регистра Т1 все еще не ноль, выполняем переход назад. То есть, в нашем понимании, это и есть... Значит, в нашем понимании это и есть вот эти действия, которые выполняются или не выполняются в зависимости от свойств данных. Потому что если нам не нужно больше делать цикл, если здесь ноль и ниже, то вот эти действия больше не выполняются, а вместо этого мы их записываем обратно. Теперь давайте посмотрим, в чем, собственно, смысл благоязыка ассемблера. Вот тут вот у нас, значит, вполне такие читаемые машинные коды. Вот. Обращаю внимание, что язык ассемблера RISC-5 так устроен, что когда надо использовать какую-то очень важную операцию, которая эффективным образом может быть реализована с помощью нескольких инструкций, то есть такие штуки, как псединструкция. загрузить машинное слово в регистр довольно тяжело с учетом того, что размер команды всегда одинаков. Поэтому раскладывается на две команды. Загрузить одну половинку машинного срового регистра и другую половинку машинного срового регистра. Да, псевдоинструкция. Одна разложилась на две команды. Но я привел этот код ради того, чтобы было понятно, что вот глядя на вот эту штуку, уже совершенно невозможно понять, где там источник, приемник, код операции, дополнительные поля, значит, функции и так далее. Я знаю только одну архитектуру. Я знаю только одну архитектуру EVM, в которой вот машинный код можно читать глазками, но она уже 40 лет как-то не выпускается. Это PDP-11. Тут меня спрашивают, какой на данный момент актуальный курс по Linux прямо для новичка и так далее. Ни малейшее понятие не имею. Мне кажется, что есть проблема с курсом по Linux прямо для новичка. Это автоб. Потому что зависит от того, чего хочет этот новичок. Если новичок хочет открыть Ubuntu и тыкать в ней кнопочки, запускать там игры и брозер, то ни у кого-нибудь курс не нужен. А если этот новичок хочет как-то въехать в то, как устроен Linux, то ему надо начинать с каких-то базовых вещей, архитектуры, операционных систем, вот это вот все. Вопрос в том, что такое новичок. Ладно, это было автоб, но я просто чатик задал. Дальше больше пошли процедурные языки и стали изобретать нечто в борьбе с неудобствами языка ассемблера. Главное неудобство языка ассемблера, конечно, это планирование вычислений. Потому что если у вас есть вот такая формула, вы пишете в один регистр, в другой, в другой, в третий, в четверг, потом сложить, потом регистры кончились. Значит, надо где-то в памяти это временно хранить. Это долго. И первый в мире неравный язык ассемблера был написан математиками. Он назывался Fortran. Fortran переводится как формул, транслятор формул, формул транслейшн. Вот. Удивительным образом этот язык жив до сих пор, потому что на нем написано несметное количество математического, чисто математического кода, и есть такие математики, которые не знают никакого другого языка программирования. Вот. Значит, в 80-е, в 90-е годы, в 80-е, их пытались переучить на Си, это было двойной ошибкой, потому что дисциплина программирования на Си, как знают те из вас, кто учил язык Си и делал практику к нему, это очень жесткая штука, если ее не соблюдается, получится очень плохо, в Fortran в этом чуть-чуть полегче. Вот. Ну вот, так что он жив до сих пор, Fortran вполне, на нем даже немножко пишут. Еще одно направление развития процедурных языков, и это архитектурно-зависимые языки, в которых прямо в прагматику, прямо в реализацию включены всевозможные определения того, что вот на данной платформе у нас вот этот код на Си будет выполняться так-то, а на другой платформе по-другому. фактически Си это такой очень-очень-очень крутой макро-ассемблер с всевозможными удобствами и красотами. Вот. Значит, еще одно направление, это, собственно, направление всего остального, вот все остальные большие современные оперативные языки двинулись именно в эту сторону, это направление абстракции, в сторону абстракции, в сторону работы с актуальными данными, потому что в машине, в компьютере ячейки памяти это просто какие-то целые числа непонятного размера, а наши данные это какие-то такие вот самые разнообразные структуры, и современные языки программирования вполне себе процедурные умеют эти данные моделировать. Значит, что обычно бывает в классических языках процедурных программирования? Типизированные переменные вместо меток. Значит, метки, мы помним, в Ascendere это такая штука, вот, которая помечает ячейку памяти и все, а в таких более высокоовременных языках, все еще вполне себе процедурных и тем более императивных, есть такая метафора ящика, что вот есть такое место, ящик с дыркой, например, ящик с дыркой там чар или инт, или, не знаю, там флот, в этот ящик с дыркой можно положить данные только типа флот, потому что дырка, вот, она должна соответствовать, положили, он там лежит, значит, другой положить туда нельзя, значит, надо предыдущий вытащить, ну и так далее, в общем, переменный, вот, и типы, типы соответствующие, ну, более-менее абстрактным, или если их нету, значит, то актуальным типам на данном вичной платформе, вот, значит, отдельные типы данных, это точно не везде, для, собственно, аллигирования динамических, отдельные типы для не аллигирования динамических данных, все это будут с указателем, в паскале это тоже будут указатели, все приспользует будут указатели, А вот в языках с этой самой, с безопасной моделью памяти, таких типа данных просто не будет. Там все делится, строится на указателях сразу, и этот уровень скрыт от пользователя. Так что может такого не быть. Составные типы данных, это вот есть практически во всех языках, собственно, с помощью них и происходит моделирование данных из реального мира, структуры, все записи в Pascal и так далее. И возможность повторного использования хода в виде функции процедур, которые понимаются как запись алгоритма над данными переменными. В функциональном подходе это будет не так, вы это увидите. А в процедурном подходе функция или процедура это просто выполнение некоторого кусочка алгоритма, именованного над конкретными переменными, которые порождают предсказуемый результат. И внутри этих функций процедур появляются локальные переменные, которые существуют на время вызова функции или процедуры и пропадают, как только вы из нее вышли. То есть вот эта метафора хранилища данных, к которым мы обращаемся из нашей императивной программы, прирастает еще таким локальным пространством хранения, где эти переменные хранятся до тех пор, пока они нужны, а потом оно уничтожается. Вот. Замечу, что дисциплина аллигирования во всех современных языках похожа, это именование, но дальше они могут быть достаточно разные и вообще на парадигмы не влияют. Например, в языке программирования FC все параметры придутся по значению, только по значению, никак иначе. Фактически, мы уже говорили, что сидит такой макросембер, вы просто кладете на стек все, что вы передали вашей функции, а если не влезло, то еще по специальному обе кладете в какое-то место в памяти. А когда функция вызвана, она просто оттуда все эти данные забирает, только по значению. В алголе вообще, мы про алгол сейчас поговорим, вообще передача параметров идет по имени, то есть вот то имя, которое вы параметру присвоили, оно будет использоваться при его интерпретации. Это чуть ли не единственный язык, известный мне, в котором это так работает. Мы увидим, насколько эта идея странненькая, хотя может быть и эффективна. В большинстве языков программирования с безопасной моделью памяти практикуется передача параметров по соиспользованию. Это как бы по ссылке, только не совсем, потому что есть разные способы. У вас может не быть ссылок вообще в языках, типа питона и джава. А в C++, например, есть ссылки, вы можете передать ссылку, а можете передать указатель. Соиспользование это когда одно и то же имя, разные имена в действительности позволяют обращаться к одному и тому же объекту. Вот в питон джава это ровно так, в указателях или ссылках, в ссылках все это. А вот в джаве можно передавать параметры функции, в питон, не знаю, но как out, то есть указывать, что значение может меняться внутри этой функции. Смотрите, может ли значение меняться или не может, это уже не имеет отношения к парадигме, это имеет отношение к дисциплине. Вы себе упрощаете жизнь, говоря, что вот данный параметр можно было бы изменить, но мы его помечаем как неизменяемый. В современном C даже такое есть. В современном C есть прямо, значит, модификатор, то ли restrict, то ли просто const, и вы передаете, а там все передается, ну, вы передаете адрес, а потом говорите, не писать туда и компилятор, это, значит, соблюдает это правило. Но это, повторюсь, именно, что имеет отношение к дисциплине, чтобы удобнее было программировать на таком низковом языке, как все, а вот как бы на дисциплину легирования не влияет никак, а мы все равно передаем там по указателю. То есть это не превращается в передачу по значению? Нет, конечно, нет, конечно. Да, значит, соответственно, если у нас нет указателей в нашей парагридме, конечно, мы никуда не деваемся, мы все равно работаем в рамках процедурной, то бишь императивно-программировной. Правда, как только вы видите, что в языке программирования вообще нет типа данных-указателей, скорее всего, там будет автоматическое управление памяти, от вас, так сказать, скрытое, с которым вы не можете напрямую управлять, только влезая в кишки-интерпретатор или виртуальной машины. Скорее всего, это будет безопасная модель памяти, что страшно удобно, потому что, ну, кто программировал много и грязно на оси знает, что в какой-то момент программа на оси становится такой, что надо проще переписать, чем отловить все косяки, которые туда навставлял, не оторванные, не опознанные компилятором. Вот, и почти всегда отсутствие указателей специального типа данных для указателей означает передачу параметров по соиспользованию, потому что это и есть указатели, да, когда мы передаем что-то и говорим вот тут, вот тут и вот тут, это все один и тот же объект, один и тот же объект, это и есть, значит, три указателя на него. Вот, и так, значит, фортран и алгол. Значит, самый первый теоретический язык программирования, на котором предполагалось записывать алгоритмы, был алгол. Вот, когда математики сделали свой фортран, пришли, значит, теоретики вот этого самого, от IT, сказали, господи, что же вы такое написали, уже ваш язык вообще какой-то, вот там ничего не сделано по теории, сейчас мы сделаем все по теории. Сделали все по теории, в результате чего работающий компилятор алгола, который реализует все, все возможности алгола теоретически заданные, появился уже после того, как алгол перестали использовать вообще в качестве языка программирования. Вот, в алголе есть много всяких интересных штук, это называется трюк Йенсена, если мне не изменяет память, да. Вот давайте посмотрим вот на этот код, красивый. Что тут написано? Мы определяем процедуру, в которой в цикле мы, в которой передается 2 переменных А и Б, мы в цикле по А 10 раз записываем в Б0. Ну и ладно, ну записываем 10 раз Б в локальную переменную, кажется, нам, изучающим Паскаль, там, СИИ, что-то такое. Не тут-то было. Мы, значит, определяем массив на 10 элементов и говорим, вызови, значит, мне процедуру П с переменной И в качестве А и СИД в качестве Б. И поскольку передача значений в алголе происходит по именованию, в этом месте находится СИД, а здесь И, и это значит, что эта процедура заполняет массив. Вот, значит, с одной стороны выглядит как безумное извращение, с другой стороны, если подумать, возможно, это на самом деле правильный способ для записи алгоритмов. Потому что если передавать по соиспользованию, по ссылке, то придется дополнительные действия делать для того, чтобы вот здесь написать, что чуваки, вот это И, а это СИД. А тут нет. Но думать так довольно тяжело. Вот, а еще это очень тяжело было реализовывать на технике 50-летней давности, и поэтому это как раз алгол, да. Да, значит, кстати, у нас тут есть такая кнопочка комментарии. Вот, которая позволяет посмотреть некоторые спойлеры. Вот. Значит, Фортран, как известно, первый в мире язык программирования, вот, в котором, значит, там много всего интересного было. В частности, в Фортране массивы динамические, ну, понятно, его написали математики, они себе сделали большую подложку под работу с многомерными структурами данных, вот, массивами, матрицами, вот это все. Вот, ну, начать с того, что в Фортране, потому что его писали математики, данные располагаются, ну, понятно, да, значит, многомерный массив в памяти, это просто последовательность, поделенная там. Так вот, данные в Фортране в памяти располагаются по столбцам, потому что математикам так удобнее. Первые координаты это x, правильно, значит, по столбцам. Вот, хуже того, динамические массивы в Фортране устроены таким образом, что если вы их заполняете, ну, вот, как здесь, вот, мы берем массив R и заполняем его. То есть это мы сделали не по столбцам, то такой код будет, вот здесь вот, KGI, а здесь и ЖК, да, такой код будет выполняться в несколько раз медленнее, потому что каждое добавление придет к добавлению сначала столбца, потом добавлению строчки, а потом только заполнению. А если мы это делаем в правильном порядке, то у нас сначала заполнится один столбец, потом, о, у нас есть второй. Вот, такие дела. Тем не менее, Фортран существует, в отличие от алгола, который как бы прекратился, как бы, ну, он существует только в качестве экспоната, он есть. Я все хочу собрать к нам в репозиторий, значит, вот один из свободных алголов, который существует, вот, но мне как-то руки не доходят, потому что это исключительно музейный экспонат. А вот Фортран, как мы говорили, существует, он вот развивается, ну, худо-бедно, у него выходят новые версии, новые стандарты, и вообще, в общем, вот, видите, пожалуйста, как бы, живой сайт, изменения были. Давайте посмотрим, когда в нем были изменения. Сегодня. Такие дела. Ну, правда, это Вики, но тем не менее. Вот. Поехали дальше. Значит, дальше больше стали изобретать так называемые удобные для пользователей языки программирования с ориентацией на произвольного пользователя. Есть два, значит, таких показательных примера, это Basic и Cabal. Значит, Basic в 80-е годы и в 90-е был подавляющим все языком программирования, нам программировали все, кто пытался начать это делать, он был встроен во все, значит, персональные компьютеры. Вот. Его страшно не любили за большое количество недоделок в смысле проектирования, потому что он был, как бы, разработан как нечто промежуточное между, значит, нормальным языком императивного программирования и простым быстрым интерпретатором, который должен работать на очень маленьких машинах. Вот. Тем не менее, он снискал бесконечную популярность, вон, в офисных пакетах до сих пор на Basic пишут, если что. Открываете какой-нибудь Microsoft или LibreOffice, там Basic под капотом. Ну, что можно писать, конечно, и на Python, но на Basic тоже. Вот. А другим языком, обратным примером, был язык программирования Cabal, который тоже разрабатывался якобы ради, не якобы, а ради того, что на нем могли писать не программисты. Вот. Он такой вот, типа даже с ориентацией на обычного пользователя. Если что, это программа Hello World. Если у вас донимает чувство, что тут много каких-то слов и нифига не понятно, то это правильное чувство. Вот. Декстер, например, в своей статье… Нет, не Декстер. Кто же написал? Настоящий программист и не использует Pascal. Не помню. В общем, Cabal массово применяется до сих пор. Правда, на нем уже ничего не пишут в огромных банковских системах, написанных в прошлом тысячелетии. Вот. Надеюсь, что уже перестал. Но вот еще там пять лет назад применялся очень массово. Значит, его принято страшно не любить. Вот в этой самой статье настоящие программисты не используют Pascal. Она-то очень ерническая. Но про Cabal там написано однозначно. Люди, которые учили Cabal, они умственно оболванены, им нельзя больше в программировании. Их надо, значит, в менеджеры списывать. Ну вот. И в качестве представителя такого, о котором мы поговорим сегодня, чуть более подробно, это языки программирования C и Pascal. Они, значит, не настолько развесистые, как современные языки со всеми пирожками, вот, со всеми современными тенденциями. Коих тысячи. Это только критерии сравнения, да? Это не список языков. А вот это список языков. А, нет, это список парадигм. Это список. Ну, короче, вы поняли, да? Значит, если зайти в классификатор современных языков программирования, вы просто не дождетесь этого. Боже мой, какой вики-вики.ру? Куда меня послали? Зачем я эту ссылку сделал? Какой вики-вики.ру? Ну, ладно, бог с ним. А, я знаю, почему вики-вики.ру. Потому что эта статья на Википедии, сравнение языков программирования, она настолько распухла, и там столько появилось ответвлений, что ее просто удалили и распилили на много разных, потому что это бессмысленно, сравнив все языки программирования. А вики-вики.ру содержит копию этой статьи старой. Ну вот. Прежде чем мы чуть-чуть поближе подойдем к, значит, C и Pascal, давайте еще немножко бла-бла про высокое уровень языки программирования. Значит, вот тут я хочу просто этот момент чуть-чуть продвинуть, потому что такое ощущение, что явно нигде в наших курсах об этом не говорится, а мне кажется, что я подобрался достаточно близко к разумному ответу на вопрос о высокой низкой уровнести. Понятное дело, что все зависит от определения. В Википедии там как раз много-много всяких определений. Высокий-низкий уровень. Высокоуровневый язык программирования в первую очередь характерен тем, что модель вычислений, которая в нем написана, описана, не совпадает абстрактно. Не совпадает с моделью учтения фактического исполнителя. То есть мы можем работать там с целыми числами любой длины. Мы можем, значит, выполнять любые операции, даже если они вызывают ошибку, эта ошибка превращается в исключение, исключение тоже обрабатывается. Мы можем обращаться к любому объекту. Короче говоря, мы можем обращаться к объекту не по его адресам, так как это в фактическом исполнителе, а по каким-то странным штукам, типа имен и так далее. Когда модель вычислений, описанной нашим языком, не совпадает с моделью вычисления фактического исполнителя, это признак вискорнив языка. Это значит, что у нас на уровне семантики, то есть когда мы говорим, как формальное описание языка превращается в алгоритм, на уровне семантики языка программирования, эта модель вычислений должна быть вся зафиксирована. Мы говорим, смотрите, мы не знаем, на чем это будет выполняться, на каком компе, но в нашем языке это работает так. Скорее всего, прямо в синтексе языка появятся сложные структуры данной операции над ними, потому что раз уж мы не пытаемся прибить гвоздиками наш язык программирования к тому вычислительному, на котором это будет выполняться, то мы можем говорить, а вот такие вот, да, вот у нас там, не знаю, списки есть. Эти, как в питоне, лист, да, это называется вектор в C++, нет такой структуры данных в исполнителе, есть такая структура данных в языке. Жмок там можно добавлять, удалять, то, что оно там как-то реализовано под капотом, это не наше программистское дело, у нас есть такая структура данных. Вот. И наоборот, признаки низкоуровневого языка это, в первую очередь, введение вот этой фактической вычислительной модели, то есть фактический процессор, на котором мы бы это будем исполнять, или той виртуальной машины, на которой будет исполнять. Прямо в прагматику языка, то есть в описании того, как конкретный язык будет реализован в конкретном месте. Опять, что ли, ты упала? Ну, нет, не упала. Вот. Прагматика. Конкретизация абстрактного вычислителя для конкретной системы. Вот, как только мы говорим о том, что наш язык рассчитан на конкретную вычислительную модель вот конкретного исполнителя, мы имеем дело, скорее всего, с низкоуровневым языком. Ну, типичный пример – это язык ассемблеры, который, собственно, описывает вычислительную модель конкретного процесса. Вот. Как следствие, в низкоуровневом языке будет очень много UB, undefined behavior, неопределенное поведение. Потому что у нас есть некий общий синтекс языка программирования и много различных платформ, на которых он должен работать, включенных в его семантику, в его прагматику. И это значит, что в зависимости от платформы одна и та же конструкция может работать по-разному. УБ. Вот. Причем, как бы, к УБ можно относиться как к красной тряпке, никогда не писать на языке программирования низкоуровневым с использованием каких-то штук undefined behavior. А можно, наоборот, делать платформо-ориентированный код и говорить, смотрите, если платформа такая, выполнить такую последовательную команду. Если другая, другую. Опять же, типичный пример это включение, не включение, ну не знаю, вот в 90-е или там в нулевые годы было популярно расширение процессора ССЕ в математику. Чтобы можно было считать математические функции не на обычном сопроцессоре, а на сопроцессоре предназначен для обработки мультимеди. Есть? Есть. Нету? Нету. Вот, пожалуйста. Тем не менее, да, вот в конкретном месте будет убыть. Мы дернем какую-то инструкцию специфическую для ССЕ, она может не сработать на другой архитектуре. Вот. Нам с вами кажется, что высокий уровень языков программирования в первую очередь сокращает объем кода и увеличает увеличительную читаемость. Хороший пример тому питончик, на котором все очень-очень компактно. Вот. И, как правило, очень много прикладных моделей для прикладных задач на высоком языке программирования, потому что его инструменты позволяют это делать заранее разработать. У вас там на том же питончике, как мы говорили на первой лекции, там полмиллиона уже модулей в свободном доступе. Вот. Высокий уровень языка программирования в принципе не меняет парадигму. Как был подход мы можем написать сколько угодно интересных обмазок, но вот. Тут есть такой вопрос, является ли объектно-ориентированный подход, который во всех языках программирования, почти во всех языках про него в соку уровня существует, является ли он сменой программы, этот вопрос сложный. Да. С точки зрения именно вот этого критерия, нет, не является. С точки зрения парадигмы, как способом думать, да, конечно, способ объектное планирование, это совершенно отдельный способ мышления, вот он очень не похож на то, что мы привыкли в процедурном плане. Да. Вот. У нас осталось сколько? Полчаса на Сии Паскаль. Очень хорошо. Значит, два языка программирования, которые очень-очень похожи, если посмотреть на них, на их синтаксис. Прям вот одни и те же инструменты, реализованы по-разному все и в Паскале, по этой причине у нас на факультете как раз два базовых языка, часть групп учатся носить, часть Паскаль. Кстати, помашите ручками, у кого на факультете первый был Си. Не у кого, у всех был первый Паскаль, да? А у вас был Си. Вот. Я против и того, и другого в качестве первого языка, но, ну, как известно, я фанат питончика, вот, против каждого из этих языков, как первый язык программирования, у меня есть свои соображения, но это не тема для разговора на этой лекции. Вот. Оба языка прекрасны, правда, жизнь у них сожглелась по-разному. Вот. Значит, главное отличие Си от Паскаля в том, что Си создавался именно как язык для того, чтобы перейти на него с ассемблером. Вот мы пишем какое-то системное программное обеспечение, оно на языке ассемблера конкретной архитектуры, потом мы хотим спортировать его на другую архитектуру, выясняется, что там другой вообще ассемблер синтакс с другой вообще все по-другому. Вот. Тем не менее, у фонемских архитектур огромное количество совпадений, и мы можем изобрести такой язык, и его, собственно, Кен Томпсон и Денис Ричи изобрели при активной помощи Брайана Кернигана, в котором все это будет убрано под капот, а синтакс будет одинаковый. Да? Вадь. Значит, главная фишка в том, что мы продолжаем программировать на низком уровне под конкретную архитектуру, но большая часть программы выглядит одинаково на всех архитектурах. А вот Паскаль преследовал прямо противоположную цель. Паскаль преследовал цель нормально записать алгоритм как алгоритм, но только чтобы он еще потом компилировался и работал. Значит, поэтому и все, и в Паскаль приехали как низкоуровние составляющие, ориентированные на конкретный исполнитель, ну, типа типа данных int вот размером там 32 бита, а иногда и 16. Вот. Так и значит, какие-то составляющие, которые обеспечивают некоторый уровень абстракции. Вот. И тот, и другой является стопудово процедурами, появились в начале 70-х, и тот, и другой имеет очень простой синтаксис, Паскаль, ну, весь БНФ Паскаля можно просто выучить наизусть, на экзамене, значит, восстановить его в голове и просто проверять синтаксис, поработать компилятором с Паскалью. Компилятор С сложнее, он контекстно зависит, он контекстно свободный, но не автоматный. Вот синтаксис, а может даже контекстно зависимый, не помню. Но не важно, важно тоже, что компилятор С сложнее, тем не менее, синтаксис, его для человеческого восприятия очень простой, другое дело, что он такой немножко птичий, где упыскали слова, а уси там такие закорючки. Вот. Наличие понятия глобальные и локальные переменные, мы про локальные переменные уже говорили, как про свойства процедурных языков, но есть еще и глобальные в обоих случаях, есть такой активно используется штука под названием глобальные переменные. Вот. Ограниченный объем типов данных, простые типы данных соответствуют, как соответствуют реализованных на данной архитектуре, типам данных целые и вещественные. Вот. Составные типы данных только массивы и записи, то есть такие, которые делаются из набора простых без дополнительных свойств вообще. Вот. Собственно, вот. Да. И в обоих языках есть специальный тип данных для работы с динамической памятью под названием указатель. Вот. В чем они разошлись со временем? Поскольку цели создания языков были разные, развитие тоже по-разному происходило. Си, напоминаю, поскольку это системный язык, на котором пишутся многие операционные системы, развивался именно в сторону удобства написания кода и удобства его поддержки. А Паскаль, значит, сначала развивался просто так, что вот есть люди, которые хотят что-то к нему добавить, добавляют, потом они друг с другом не договариваются. В общем, стандарт Паскаля, он совершенно унылый, старый, древний, ни один из современных компиляторов Паскаля стандарту не соответствует вообще. Вот. Другое дело, что в Паскале есть довольно много абстракций, которые в Си так и не приехали, потому что абстракция – это значит отрыв от конкретного исполнителя, Си не должен отрываться от конкретного исполнителя. И в этом смысле Паскаль развивался в сторону, так сказать, повышения уровня. Вот. Есть даже объектный Паскаль, есть там какие-то специальные там Дельфи, вот это все, но только их нет, к сожалению. Вот. В Паскале, например, есть такая штука как перечислимые типы, это абсолютная абстракция, вы просто перечисляете через запятую какие-то идентификаторы и фигак у вас получается перечислимый тип, который может служить индексом массива. В Си ничего подобного, сишные енумы, это просто числа такие, обычные константы, просто они таким способом организованы. Это нужно только для дисциплины, никакого отдельного типа они не составляют. В типизации в Паскале строго, а в Си полным-полно каста. Берете, кастите одно к другому, туда-сюда, а в ранних версиях Си даже не было, собственно, указателей вводит звездочка, и все кастилось к чар-звездочку. Представляете, какой вводит. Если кто видел Си, то вот да. Значит, работать с памятью. Си непосредственно работает с адресами. Это, как уже было сказано, лучший в мире макроассемблер. Вот то, что в Си называется указателем, в действительности это просто адрес в памяти. Ну, просто. Это и хорошо, и плохо. Хорошо это потому, что вы реально понимаете, какой вы код пишете, вы реально понимаете, куда вы лезете, вы можете это просто проверить, знаете, особенности той архитектуры, на которой вы работаете. Плохо это, конечно, тем, что руками лазят в эти адреса, и исправляя их руками, вы можете себе вашу программу превратить в абсолютнейшую тыку довольно быстро. Вот. Что, собственно, любой из нас, кто программировал большие программы на Си, делал несколько раз в жизни. Вот. А еще, поскольку указатель в Си не является именно адресом, формально говоря, Си не является алгоритмическим языком. Потому что пространством указателя ограничено количеством адресов. Это, конечно, глупо, но факт остается фактом. Паскаль с указателями работает по теории. Это абстрактный тип данных, который ничему не соответствует. Спойлер. Разумеется, это тоже адреса. Ну, когда вы скомпилируете, вы увидите, что там тоже адреса, как иначе. Но, тем не менее, в самом языке в записи не так. Значит, память, как хранилище, оперативная память, как хранилище произвольных данных. В Паскале практически отсутствует. У вас есть вот эти абстрактные типы, они как-то где-то лежат. Вы ничего про это не знаете, работая на Паскале. И не должны. Есть, конечно, записи с вариантами, но, кажется, их никто не использует. Это такой вот, ну, странная штука, когда вы хотите в одном и том же месте хранить несколько разнотиповцев. запись с вариантами. ВСИ сплошь и рядом. Вы выделяете какую-то память, она вводит звездочка, потому что вы кастите к какому-то типу, фигачите сюда ту структуру, в которой закастили. Если вы ошиблись, вы сами себе злобные барантины. Вы работаете просто с памятью, как с огромным массивом непонятного, байтов, да, используйте как хотите. подпрограммы, подпрограммы, все подпрограммы, это подпрограмма, любая функция, просто переход на другое место, вот, ровно так, как мы видели в ассемблерном коде, чтобы потом просто вернуться обратно. Параметры это стек, содержимое стека, если не влезло в стек, еще куда-то положите, вот, ровно так, как на вашей архитектуре это реализовано, так это будет работать и все. В Паскале есть процедуры, а есть функции. Функция это такая штука, которую вы передаете, значит, какие-то данные, она их жует и возвращает какие-то данные, а сама ничего не модифицирует. Процедура, напротив, это штука, которая ничего не возвращает, но зато модифицирует ваши там глобальные переменные или что-то еще, то есть имеет побочный эффект. Вот. А еще в Паскале два вида передачи данных, по ссылке и по значению. По той же самой причине вы должны сказать это вот соиспользование, ссылка, или это, значит, исключительно дублирование передачи по значению. В стандарте Паскаль есть встроенный тип данных файл, не используется практически никогда. Вот. Тут с файлами дядюшка Никлаус Вирт придумал очень плохо, и поэтому все новые реализации Паскаля по-своему, по-разному к этому обходят, вводят специальные типы файлов, еще чего-то. Ну а в Си, поскольку это язык системный, большая часть того, что вы пишете на Си, работает с файлами, это просто такой библиотечный объект, там, являющаяся структура, дальше вы идете в операционную систему, и дальше эта структура как-то там низкоморализуется. Вот. Арифметические операции в Паскале выражение это такая формула. В Си это последовательность арифметических атомарных инструкций, внутрь которых, например, может входить операция присваивания. То есть, ну, реально, это очень разный подход. Да? Фактически, когда мы видим, значит, выражение на Паскале, мы думаем о том, как эта формула вычисляется, когда мы видим выражение на Си, мы думаем о том, как она превращается в ассемблерный код, где там, что куда пересылается. Вот. Хотя, понятная сдела, общая синтаксис одинаковая. Вот. Как я уже сказал, в Паскале гораздо более простой синтаксис с точки зрения разбора. Вот. Вот. Контекстно-зависимый, даже не контекстно-свободный. В Си грамматика контекстно-зависимая. Вот. Мой любимый трюк на Си называется Dove Device. Давайте посмотрим внимательно вот на эту штуку. Свич в этом кейзе Do. Здесь он закрывается, здесь закрывается свич. Попробуйте это вкурить. Если кто первый раз видит код на Си, то как это глубину, как-то... Вы не будете так шокированы, так тексту на Си уже программировал. Это синтаксически верная конструкция на Си. Почему? Потому что свич это всего лишь последовательность переходов. Все. Проверка, переход, проверка, переход. Do. Это всего лишь один условный переход вот из этого места по вот этому условию. Все. Это отлично может развернуться в код. Зачем это сделал Dove? Для того, чтобы оптимизатор это не оптимизировал, не развернули... Ну, в общем, вот. Чтобы оптимизатор не оптимизировал этот цикл. Потому что тут разные инструкции выполняются. Он не может это развернуть. Такие дела. Ну, вот. Значит, это я к чему? Это я к тому, что синтаксис действительно разный. Ну, вот. Значит, Паскаль до наших времен, в общем-то, не должен. Вот. Это главная претензия, почему... То есть он очень хорош, как первый язык, именно в силу своей... Ну, удивительной простоты. И его можно пройти, ну, не знаю, за неделю. Если вы уже что-то знаете, да? Но как язык реальный, он не должен. Там пытались какой-то Extended Pascal сделать, еще что-то. Секта была целая, людей, которые этот Паскаль двигали. Ничего у них не получилось. Вот. Что касается C, то на нем продолжают активно писать, выпускать стандарты. Вот, пожалуйста, значит, C23 уже, значит, выпущен, но еще не опубликован. СОС C2Y. Прихонечку... Вот. Компиляторы C-шные, вот самые два известных, ГЦЦ и ЦЛАНГ, развиваются, ну, более чем... Более чем быстро. Вот. Пожалуйста, последняя версия. 14-й. ГЦЦ 14, 1-го августа вышла. Вот. Вот тут есть ссылки на всяких людей, которые, значит, которые пишут про современные C. Вот. НОС. Сейчас, кто там из них самый интересный. Дженс очень прикольный человек. У него есть даже книжка под названием Modern C. У нас хорошая. Ну и так далее. А, вот. Вот эта статья, в которой написано то, что я сегодня говорил, только со знаком НОС. Все. Си больше не самый... Не только лучший в мире макросемблер, но даже больше чем. Речь идет о том, что динамическую память предоставляет C, что это очень важно, потому что иначе смысла в нем не будет. Любой другой язык программирования удобнее, чем C в смысле дисциплины. За исключением ситуации, когда вы должны понимать, подо что вы программируете. Ну вот. Значит, недостатки языков. При том, что Паскаль стремится стать высокоуровневым, он не высокоуровневым, ну, как бы, застрял посередине. Он застрял в тех 70-х годах, когда его придумали. Динамическая память с указателями это, вообще говоря, низкой уровней абстракции. Большую часть структур мы модулируем. Те, у кого первый язык Паскаль, помнят, как вы делали на Паскале. Связные списки, как вы делали на Паскале. Деревья. Вот это все нужно прям руками вот эти ссылки перекидывать. Вот. Отлично все это падает, если вы со ссылками напортачили. То есть, никакой защиты памяти нет. Это не это. Работа непосредственно со ссылочными структурами данных это небезопасная модель памяти. Это не модно нынче. Вот. Главный недостаток Паскаля, как вот языка программирования everyday, большое количество синтактического, избыточный синтактический шум, отказ от синтактического сахара. Просто много писать приходится, а толку чуть. Я знаю, что есть люди, которым это все равно, есть люди, которые с удовольствием программируют на Java вот такими полотенцами, но это очень индивидуально. В сумме все-таки Паскаля очень шумный язык. Вот. В разных реализациях Паскаля по-разному реализованы разные штуки. В Delph по одному, в Free Pascal в другом, в ABCFC по третьему, и все это очень путай. Вот. В него пытались ввести объекты, его их даже туда ввели, на них даже можно, в общем, вполне разумно программировать, за исключением того, что синтаксис все равно остался в 80-х. Там есть какие-то вещи, которые сейчас решаются по-другому. Вот. Недостатки C, главная проблема, конечно, читаемости. Это реально птичий язык, там как будто, значит, какие-то крошки, какашки, вот это вот все. Вот. Особенно если не придерживаются дисциплины программирования и оформления кода. Вот. Конечно, работа, работа с памятью, вот как с доступным вам массивом, это только для крутых или только для очень осторожных. Вот. Нельзя с ней обходиться, обходиться, значит, безответственно. Опять-таки, кто из вас писал на C достаточно, знает, что там вот где-то что-то позабыл, где-то что-то не поинциализировал, и все-все пошло, значит, лесом. А уж если, если это еще и со стеком какая-то гадость, то там сначала у вас будет что-то работать непонятно что, а потом оно вывалится по сик-фолту совершенно не в том месте, где вы допустили ошибку. Вот. Строго говоря, модель памяти в Паскале такая же, просто те инструменты, которые с ней работают, тщательно обходят вот манипуляцию, адресную арифметику и все остальное. Вот. Поэтому C, конечно, большой чемпион мира по количеству вот-вот-вот-вот-вот таких вот ошибок орион тайм. Вот. Андрей Алексеевич Столяров был категорическим противником введения языка C как первого языка программирования на факультете и до сих пор является, просто ему это сейчас как-то очень не очень важно. Вот. Значит, он категорически против побочных эффектов, когда вы пишете некоторое арифметическое выражение, и оно внезапно делает больше, чем там написано. Все эти плюс-плюсы подковерные, все вот эти самые присваивания внутри скобочек, все это превращает арифметическое выражение в нечто, что надо вот сидеть и там много минут осознавать и все равно не осознаешь до конца. Ну, в общем, вот. Хочу порекомендовать тем, кто интересуется языком C такую тусовку, она называется International Obfuscated C-Code Contest или IOCCC. Вот, значит, проводится иррегулярно, которая последний раз была. Последний раз в 20-м году, видимо, из-за ковида немножко загнулась. Вот. Это состязание по написанию программ на языке программирования C, вот примерно C, примерно вот такого вида работающих, которые что-нибудь интересное делают. Вот. Вот это вот самая известная программа, которую я просто нежно люблю. Она вычисляет, приблизительно вычисляет число P. Даже понятно, как она делает. У вас эта конструкция с минусом. Видите, да? Короче, вот эта конструкция не начинается на минус, а все остальные начинаются на минус-минус. Это значит, что вот эта часть у вас будет высчитывать, вот каждая первая будет высчитывать полдиаметра, а все остальные будут высчитывать площадь. Изменять вот это минус. после чего получаете два этих числа, потом делите их друг на друга, вот, ну реально вот. Все. Ну вот, но они все такие, это еще, это еще, это еще, как это, это вот, ну вы понимаете, да? Вот так вот делают, люди пишут. Ну давайте, вот, да, вот так вот люди пишут. Но это, это как раз не самое, я больше люблю ванлайнеры какие-нибудь, вот, когда в одну строчку, там была прекрасная программа, времени у нас нету, ладно, там была прекрасная программа ванлайнер, одна строка на Си, которая, выводите фамилию президента США, она вам выводит его партийную принадлежность. По фамилии. Одна строка на Си. Ну просто, на самом деле, там два числа, достаточно больших, целых, которые, значит, при делении друг на друга, при делении на числовой код этого самого, то есть, получается числовой, из имени президента, получается числовой код, дальше подбирается достаточно большое число, чтобы при делении, значит, на одну часть он давал, там, условно четное число, на другую, ничего, все. Ну, в общем, носить такие вещи возможно, на других языках нет. В общем, традиционно считается недостатком, потому что, ну, в Real Life, так, если вы напишете, вас побьют. Вот. Значит, общий вывод. На самом деле, Паскаль от себя отличается исключительно в уровне абстракции, и именно потому, что Паскаль более высокоуровневый язык, он не должен до современности, потому что современные высокоуровневые языки еще более высокоуровневые, и там, вот, очень много в Паскале все-таки, как в языке, который должен был, не просто, вы должны были на нем учиться, и он еще должен был компилироваться и работать, там слишком сильная привязка к вычлительной модели, там, условно, 30-летней давности. Вот. Си как был низкоуровневым языком, так и остался, и это позволяет ему выживать при всех его недостатках. Современные тенденции в процедурных языках программирования, императивных. В первую очередь, это, конечно, добавление туда всевозможных удобных штук для современных приемов программирования. Это всякие встроенные типы данных, типы словарей, это итераторы, которые есть, по-моему, уже везде, вот их в Java добавили, в C++ их давно добавили. Это возможность преобразования задания функций в виде декораторов, это всякие синхронные алгоритмы выполнения, которые не являются параллельными, это работа с исключениями, о которых уже была речь, вот. Это неопределенные значения внутри языка, когда у вас есть такое, у вас есть переменная, и она изначально такая, что она не определена. Вот. Все невозможно. Вот. Если вы неинциализировали переменную, там лежит мусор, вы его прочитали и обрадовались, да. Есть языки программирования, современные, в которых пока вы туда ничего не записали, перемена считается неопределенной, и что бы с ней ни сделали, вам будет в реал-тайме выдастся, или даже компилятор выдастся с включением, вот при компиляции говорит, а вот сюда еще ничего не записали. Вот. Значит, функции могут возвращать не только возвращаемые значения, но и статус ошибки, например. Да, очень важная штука. Во всем современном C++-ном API возвращаемые значения функции это еще и статус ошибки, вот условно говоря, минус единица ошибка, все остальное, или наоборот. По-хорошему это два разных значения, статус отдельно, возвращение значений отдельно и так далее. Современная тенденция, безопасная модель памяти. Вот. Вот в этих языках, в C, в этом самом, в Pascal'е и в C++-е тоже модель данных со ссылками, она опасная, вы можете себе развратить память как хотите, а в какой-нибудь JavaScript-питончике, вот, и прочих таких, и в любых интерпретированных языках она безопасна, да, там все делать способны. Вот. Значит, тут есть целый, как это сказать, приличным словом, многочисленная, как это, многословная, неплодотворная дискуссия относительно того, надо или не надо оставлять ссылки и делать безопасную, или модель полностью безопасной, насколько плохо, насколько плохо сборка мусора автоматическая и так далее, но это выходит за рамки нашего рассмотрения, в современных языках это так. В C++ обещают уже не первый год в следующем стандарте вынести ссылки вообще в отдельные указатели, вынести указатели вообще в отдельное расширение, чтобы можно было писать полностью все без массивов, исключительно на векторах, стрингах, вот этим всем. Все никак не вынесутся, обещали в C++ 25. Значит, мультипарадигмальность в большинстве современных языков программирования, таких вот, высокоуровневых, добавляют, как минимум, функциональщина, она есть в питоне, лямбда есть уже и в джаве, и в C++, вот это вот все, ну и всякие такие штуки. Очень модная современная тема это логатмизация периода компиляции. Вот у нас есть тот же C, у которого есть припроцессор. Припроцессор это такой макроподстановщик. Гораздо, вот он много чего не умеет. Если вы пишете программу, которая должна быть модифицирована в соответствии с прагматикой конкретной вычислительной системы, то хотелось бы этот код еще заранее обработать более чем припроцессорах. Ввести какие-то переменные периоды компиляции, их как-то вычислить, куда-то сходить во время компиляции, сказать, что вот этот код вообще не работает, предупредить о том, что, ну короче говоря, выполнить какое-то действие не в тот момент, когда вы запускаете вашу программу, а в тот момент, когда вы компилируете, предписать компилятору какие-то вот отдельные действия. Вот это все довольно часто бывает нужно. Вот. Термин интроспекция-рефлексия. Это когда код на вашем языке программирования может сходить сам в себя и узнать, например, там, не знаю, какие-то свойства объекта, вот, нужные ему, вот, значит, в классических языках ее как бы нету, но есть библиотеки для интроспекции, в объектном подходе к Си, в Гливе есть прям огромный кусок, связанный с интроспекцией, а в какой-нибудь питончике она из коробки выходит в объект, он говорит, вот мои поля, я как бы, вот. И более сложная штука рефлексия, это когда мы можем еще и модифицировать объект, зная, на основании знания собственного структуры может тебя модифицировать. В Ruby так устроено, в Ruby вообще основной фишка Ruby это модификация объектов после того, как они уже загружены в память. Может, более того, без их выгрузки вот этот объект загрузился в память, поработал, пришло обновление какой-нибудь Ruby on Rails, он раз туда вдул новые поля прямо в работающие объекты продолжать травматься. Вот. Общее свойство, скорее это даже общее свойство, чем какая-то современная тенденция, это инкапсуляция не в смысле защиты от доступа, а в смысле организация пространства имен в виде иерархии. Ну, грубо говоря, через точку. Да? Вот в C такой штуки нету, в стандартном Паскале Ташко и штуки нету, но в современном том же Паскале в C++ вообще в со всех современных языках есть объект, точка, метод, точка, что-то там. Инкапсуляция именно как иерархии пространства имен, как встраивание реализации, доступа к реализации внутрь объекта. При этом ваш язык программирования не обязан быть объектным. Есть языки типа этого лошадь. Ну, короче говоря, где организация именно с помощью инкапсуляции, но объектов нет. Или они моделируются отдельно, как в Перле. Ну вот, осталось совсем чуть-чуть и домашнее задание. Значит, как бонус. Если вам интересно изучать новые языки программирования в упаковке Паскаля, горячо рекомендую современный язык программирования, который называется ним. Вот. Давайте посмотрим какой-нибудь код на нем. На ними. Смотрите. паскаль. Ну, прям паскаль. Такой паскаль. Пошел паскаль. Вар. Конст. Вот. Вар. Прямо вот паскаль. А тут уже питон. Питон. Короче говоря, это такой паскаль, в который встроили все, что есть в питоне и даже больше. Нет, конечно. Это не... Там... Посмотрите сюда. Посмотрите сюда. Это... и пытаюсь ее собрать на все платформы, потому что она в основном под интел. И что там происходит не под интел, они мелко видели. Но, тем не менее, тут, ну, вот, ну, вот... Реально плотный код, как на питоне, смотрите. Прямо реально. Очень удобно. Вот. Если вы поклонники языка программирования C, есть другой язык программирования современный, который называется ЦИГ. У ЦИГа, значит, есть главная фишка. Он... Почему он считается наследником... Почему авторы его позиционируют как наследник C? Но hidden control flow, то есть все, что вы пишете, однозначно тронутся в терминах и в вычислительной модели. Никаких, значит, hidden memory locations, то есть, да, безопасная модель памяти, но, опять же, как все вы работаете непосредственно с памятью, все. Вот. Вместо припроцессоров и макро-подстановок огромный инструмент compile-time управления, то есть вместо того, чтобы обрабатывать код каким-то дополнительным макро-подстановщиком, это все включено в синтакс языка. Вот. И... Ну и всякие волшебные фишки. Развесить это синтаксис, вот эти самые initialized переменные, возвращаем код ошибки, код возврата функций. Ну, короче, вот все то, чем вы хотели в C, да, а выглядит как C, смотрите. Мэй, Hello World, ну, короче. Вот. Короче, вот. Вот, значит, если вам хочется поизучать какой-нибудь современный приличный язык программирования, вот эти два вас ждут. Вот. Я удалил за строчку про раз. Почему здесь есть строчка про раз? Я ее удалял. Ну, короче, есть еще раз со своими пирогами, вот, с двумя режимами, опасным и безопасным. Причем безопасный режим в Rust доказуем. Там так устроено, что вот когда вы ходите в Safe Mode в Rust, то то, что вы там делаете, это то, что к данному моменту сообщество Rust математически доказало, как допустимое безопасное вычисление. Вот. Довольно интересная штука. Ну, в общем, в него тоже можно посмотреть. Но я, как бы, в данном случае я как раз и Си и Паскаль. Домашнее задание. У нас осталось 0 минут на домашнее задание. Значит, домашнее задание выглядит следующим образом. Вы будете писать решение простых задачек сразу на двух языках. На Си и на Паскаль. Поэтому какой-нибудь из этих языков вам придется чуть-чуть изучить. А какой-то восстановить в памяти. Задачки все простые. Раздавать их будут ваши, значит, их 12 штук. Раздавать их будут вам на семинаре. Ну, короче, ваши преподаватели. И, как это, волонтаристки в зависимости от того, какое у них мнение о том, справитесь вы с ней или нет. Есть задачи попроще, посложнее. Вот. ну, задачки примерно такие. Да, вот. Сортировка строк. Передается и массив строк, он сортирует массив строк. Вот. Сегодня я, готовившись к готовившись к этому заданию, сделал задание номер 11 сам на Паскале и на C. Вот оно. Это динамический динамический массив, ну, в данном случае стек, который автоматически расширяется при переполнении. Он заказывает следующую память, копирует себя туда. Выяснилось, что и в C в Паскале есть очень простые инструменты. В C называется реалок, а в Паскале есть расширение, называется dynamic erase, и set length делают ровно то, что нам надо. У меня код на Паскале занял 50 строк. Это решение этой задачи. Так что там все несложно. Вот. Требования к домашнему заданию такие. Значит, ваша, вы как можно больше следуете прагматике, дисциплине, программированию на данном языке. Не надо писать на C, как на Паскале и наоборот. Вот. Значит, например, оборот со строками. вы пишете программу, которая вводит данные, вызывает функцию или процедуру, описанную в задании, а потом выводит результат. То есть, сама функция и процедура ничего не вводят, ничего не выводят. Как это? Как это по-русски? Основная программа, вызывающая программу, занимается вводом и выводом, а функция реализует функцию, которая описана на условиях. Вот. Некоторые случаи помечены вот таким штукой. Тогда ваша функция и процедура должна еще оповестить вызывающую программу о том, что произошла ошибка. Ну, например, число не сконвертировалось. Вы должны придумать алгоритм, каким образом эту информацию передавать. Это должна делать, эта информация должна передавать вызванная функция, а ваша вызывающая программа должна просто смотреть вот в эту информацию и говорить, да, у тебя не получилось вводить ошибку. Вот. Как в Еджарже у вас идет вход на стандартный ввод, вывод на стандартный вывод. Вот. Значит, что еще? Нельзя пользоваться глобальными переменными? Не знаю, почему это. Ну, нельзя. Ну, хорошо, нельзя пользоваться глобальными переменными. А, я знаю, зачем, чтобы вы немножко повозились с локальными пространствами в Си и в Паскале, они там немножко разные. Вот. Домашнее, решение домашнего задания надо вот сюда вот отсылать. В Сабжексе обязательно должно быть вот такое ключевое слово, потому что робот разбирает по папочкам у меня входящие вот здесь вот письма. И в решении это четыре файла. Решение на Си, решение на Паскале, пример ввода, пример вывода. В идеале, который, как правило, недостижим, но очень хочется, чтобы был достижим, обе программы, будучи скомпилированы, должны работать одинаково. Вы ее скомпилировали на Паскале, подали на вход вот этот файл, она выдает файл, который совпадает с этим на выходе. Вы ее скомпилировали на Си, подали на вход этот файл, но вот этот файл кто? Вот. Если у вас что-то дома нету, там, какие-то проблемы с компилятором, есть всякие, всякие реплы, какой-нибудь, вот, 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 вот такие вот штуки, на которых есть сто пятьсот миллионов языков программирования. Вы выбираете любой. Меня тут спрашивают, используется ли ZIG в продавшине. Я думаю, что еще как используется. Надо посмотреть, что они там на нем пишут. Вот. Нет у них пункта, посмотрите, кто на нем пишет. Но, тем не менее, не знаю, не знаю. Ответ на вопрос не знаю, но думаю, что да. Вот. Время наше вышло. Давайте задавать вопросы. Вперше по домашке, которые надо будет делать. Да. То есть мы вообще не выбираем, нам их раздадут сами. Да, вам их раздадут. Это именно, возможно, сейчас по-другому сделать. Вот. Но, в принципе, вроде бы их вам раздадут, потому что они разные сложности, и у ваших преподавателей есть разные точки зрения по поводу того, кому что давать. Давайте. Ждите. Еще вопрос. Тогда все, всем спасибо, в следующий раз вы встречаетесь не со мной, выясняете где, видимо, здесь же, да? Кажется, здесь же. А, да. Вот. Вы встречаетесь не со мной, всем, кто не пришел, скажите, что, вот, если мою вот эту лекцию еще можно было пропустить, потому что, ну, там, самостоятельное изучение, там, неизвестного вам языка программирования, то лекции по парадигмам сложных языков пропускать не надо, иначе будет очень тяжело разобраться с тем, что делать дальше. Вот. Особенно те, кто не в теме. Все. Всем спасибо. Спасибо всем, кто был с нами в YouTube. Вот. У нас сегодня еще одна встреча про питончик. Спасибо.